всем привет поставил дверь на пассатина обратно крыло не полировано еще ничего не трогалось просто выгнали посмотреть цвет цвет для серебра хороший она как на камеру передается но чуть чуть-чуть то зерно все хорошо но как будто фон синее что ли для серебра в принципе очень даже хорошо крыло в растях пускать не вижу смысла на бок тоже хорошо то есть на бог даже лучше чем в лицо смотрится все норм ну задняя дверь понятно такое же будет крыло то есть у меня один замес краски открашу все тем же проблем с цветом думаю не возникнет сейчас готовим крыло порог крыло ну тут тоже сама в переход крыло с порогом и сюда крыло и было открашаться и так с цветом определились все нормально здесь крыло прикручу так чтобы она хоть не телепалась здесь переход получится до этих пор сделать а с той стороны насчет того что там очень высоко уже ушло то есть на прикиньте тут у меня закончится грунт перетирка на пускай даже вот так вот я положу базу аккуратно это на серебре так делать она на слишком близко мне надо переход здесь тянуть аж под линию не обязательно сюда в край то есть тут можно растушеваться на лаке но уже аж под линию выходить а хотели вот тут разойтись переход это такая вещь которая не всегда точно знаешь где закончится сложно предугадать в процессе ремонта сложно тем более с ржавчиной когда работаешь здесь готовим все красим не красим лакируем вместе с батоном потому что тут надо подкрасить потом где-то цятка вот тут вот тут порог ну тут понятно порог здесь не красим допустим чисто под лак пустить красим вот так аккурат под под ребрышки под эти идет целиком весь вся внутрянка на борту крылышко тут можно разойтись спокойно сейчас перетру грунт вот здесь закончу крупным наждаком выше вот тут спокойно база и вот тут лак ездили раскинуться то есть тут вверх лезть не будем крышу отбивающий скотчем потому что у меня тут скотч брать там мотовать вот эту тятку которая ржавая под скотчем будем делать отдельно перебил 320 на брусочки полочку сейчас отчертил штангенциркулем опять царапку сделал легкую по ней клею скотч и аккуратненько 240 320 выбиваю жесткую линию к скотчу потому что на грунте сейчас форма опять расплылась ващество он Продолжение следует... 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 Именно убрать пыль, перепыльчики, перетирки нашей маждачковой, и все будет ровненько. Но тут у меня крыло сильно высоко не нужно, но все равно его перемотать надо. Вот. Пять минут, пока можно перекурить, что-нибудь поделать. Берем потом серый скотчбрайт. Очень важно почитать про скотчбрайт информацию, чей он, потому что у разных компаний скотчбрайт может отличаться серой градацией от 400 до 1200, и представьте, что если вы хапанете тот, который 400, а будете думать, что он 1000, к примеру. Ну, тут у колода написано только ультрафайн софт. Это примерно 600-800 по градации. У 3M, у Мирки на нем написано. Красный, допустим, скотчбрайт у меня, да? Просто софт, верифайн. То есть этот крупный, этот примерно 280-200, ну, короче, до 300. Скотчбрайт сложно дать ему четкую градацию, какую-то одну, потому что на него чем сильнее нажимаешь, тем глубже и жестче он режет, потому что зерно прикреплено на мягкой основе, и от силы нажатия на зерно, само собой, меняется глубина риски. Плюс зерно неравномерно насыпано. Еще пару слов про матирующие пасты. Ну, это условно глазури, да? Их куча у разных компаний, этих паст, они все примерно одинакового смысла и назначения. Они разного цвета, есть бесцветные, в основном белые, но это такая горчица. Ее назначение, она содержит в себе разного по крупности абразива, зерно, абразива, которое помогает и ускоряет процесс мотирования и делает его более однородным, нежели просто зерно, которое содержится в скотчбрайте. Потому что скотчбрайт это вот такая нить, на которой наклеено зерно и которое сплетено в такой вот мат. Равномерность насыпки очень хреновая, поэтому когда матируем, вот представьте, да, натираем, оно там матирует, но неравномерно. То есть где-то проглядывается глянец, рисочка неоднородная, а матирующая паста содержит в себе дополнительное зерно, которое не прикреплено ни к чему. Оно по поверхности размазывается и работает как бы вместе со скотчбрайтом, но отдельно ему в помощь. Поэтому советую, если есть возможность отработать с водой, промотировать и матирующей пастой, возьмите, это будет быстрее в плане мотирования, чище в плане мотирования, ну, чуть дольше придется высушить. Эх, камера, камера, заехали, заклеивался очень долго. Дверные проемы, вот так вот, когда кусочками что-то еще где-то в переходы, это гема. Ну да ничего, много протиров, открытый клей на порогах. Клей надо обязательно загрунтовать, иначе его окрашивать можно вечно с целым. Он краску себя питает очень долго, то есть я тут могу пол-литра вылить только на пороге. Поскольку грунтовать много, то залил однокомпонентный грунт Макситон, залил его в пистолет. Настраиваем в небольшую точечку и аккуратненько за несколько проходов подгрунтовываем. Грунт разводится очень жидко, чтобы он не оставлял никаких густых перепылок. В этом случае это оправдано, в отличие от баллона, это удобнее, дешевле и качественнее получается. Потому что соплей, которых я наплюю баллоном, если буду его с баллоном нагрунтовать, я их буду потом подтирать несколько часов, можно так даже сказать, ходить, перетирать эти сопли, которые наплюются. Поэтому в этом случае пистолет оправдываю. Пошел развел себе 200 грамм, и мне этого хватит на все. Слой такой же тоненький, как из баллона, только гарантированно ничего не плюнет. Красота! Да и только! Ну и силикон, само собой, сейчас пройдем клей. Завалил все грунтом, в два слоя прошел порог. Можно сказать, я его уже прокрасил. Теперь мне остается накинуть, так же, как и на все плоскостя, туда два с половиной слоя, и все будет в цвете. Пока я ду мою пистолет, здесь спокойно 10 минут все продувается, обдувается. Прихожу, беру липкую салфетку в руки и прохожу, обтираю лишь опыву. Если бы я это все делал с баллоном, у меня бы капель было тут, всяких разных, крупных, мелких, которые надо ходить подтирать, как я вчера на двери подтирал, просто миллион. Я ничего не проиграл по времени, я выиграл в цене по материалу в этом случае, да еще и по качеству. По итогу получилось хорошо. То есть баллоны актуальны там, где 5-10 протиров. В принципе, вчерашнюю работу, которую я делал, надо было сделать вот так. Я почему-то понадеялся на баллончик юрифиниша, а он мне гад-то плевал, чуть-чуть репутацию мою. Нанес первый слой. Хочу показать разницу со вчерашним. Никаких полос от салфетки не просматривается. Я поменял направление работы. То есть сначала водой обезжирился, пока все заклеивал, еще раз водой протерся. А липкой салфеткой протерся, пообдувался, намочил все сольвентной обезжиркой. И насухо, двумя салфетками, меняя их, чтобы они постоянно были сухие, протерся еще раз липкой салфеткой. Потом грунт, потом липкая салфетка, опять еще раз продулся. И никаких полос не идет. То есть наизнанку развернул просто обезжирки. Хотя, казалось бы, да, каждая обезжирка выполняет свою роль. Роль-то она выполняет свою, но результат абсолютно разный получается. Вот тут крыло аж сюда разойдусь. Ох, перелил я. Перелил я первый слой. Ничего страшного, долго придется сушить, конечно. Зерно, видно, как оно прямо такое тяжелое, стремится к низу. Что тут еще? Тут подвалик, переход. Там парашютик, тут парашютик. Молочок я не буду четко в линию уходить. Тут скотч завернутый. Я просто распылюсь до линии так. Именно распылюсь. Чтобы переходничком там отработать. И потом отполироваться. Там все подготовлено на губка 3М-овская, 800-ая. Я ей все размотовал. То есть рисак такой мощный, бодрый лежит. Тут то же самое. И на крыле то же самое. Вот на этом крыле. Одна муха летает, падла. Надоедает. Каждый слой хорошо сушен. Сейчас пойду краски еще доразведу. У меня со вчера, со вчерашнего откраса осталось. А там уже ничего не осталось. В принципе, можно пойти развестись, пока оно тут само по себе будет сохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас так, поставил камеру быстренько. Ничего особо не снимаю, потому что у нас тут свет, выключение было. Гроза лупанула. Очкую, чтобы, знаете, как успеть хотя бы между слоями. Вдруг будет отключение, хотя бы слой стоит. Тут очень-очень надо так аккуратненько сейчас играться с переходами. Потому что тут переход, допустим, широко идет, хорошо уходит. А здесь переход у нас наоборот, на широкое как бы расходится. И сильно лаком тут не поиграешься. Надо все очень осторожно делать. И объем получается, работая не только с переходом, а еще и с ни хрена себе каким элементиком. И перепылов сделать не хочется. Ну, короче, все под одно подбивается. С этим светом еще, с трем. Поэтому не снимаю. Да и ходишь туда-сюда, как бы с собой камеру носить неохота. Здесь вот так. Но тут на узкое уходит. Поэтому тут попроще чуть-чуть. Тут с широкого тоже уже на узкое расходится. То есть самая проблемная водительская. Ну, ручки ручками. Лак тот же, двухслойник. Сейчас с сикинсом дубасим. Слой кладу не толстый. Клей уже залит с одного прохода хорошо. То есть клей я больше сильно прям в него вливаться не буду. Проходить. Теперь работаю по основному глянцу. Где металл. А на клей что попадет уже, то попадет. Хорошо надо все просушить. Ну, так вроде все сухо. Влажность очень высокая сейчас. Тут крашены кусками. То есть тут покрашены. Тут видно, что даже наклейки не прокрашены. Это чет верхний прокрашен. Тут серединка прокрашена. Вот тут уголок чуть-чуть поддувался. На крыше вот тут кусочек на стойке точнее поддувался. Потому что царапины были. Тут батон не троганный. Ну, тут понятно. Все. Все вчистую. Здесь переход раскиданный. Вот так аж. Аж, аж, аж. Поширше. Ну, с цветом проблем нет. Потому что дверь уже накинули. Посмотрели. Поэтому за цвет я, в принципе, не переживаю. Все. Ждем. Лачимся. Может, если что-то будет, возможно, с интересным по времени. Успею показать это на переходе. То покажу. Переходы буду делать по зону. То есть, допустим, лачился я с этой стороны. Я эту сторону пролачиваю. Открываю, сразу делаю переход там. Потом долачиваю крылышко. Разрываю. Сразу работаю с переходным тут. И то же самое с другой стороны. Закончил я покраску. По мусору. Мочу фильтра напольные. И благо. Ну, вот тут одна какая-то. И вот тут вот одна. Какая-то. Так больше критичного. Знаете, что вот как было. Да, там, 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 там. Нет. Это все-таки подкручивость напольных. Занимаемся ими. Надеюсь, доделаем все у нас будет хорошо. По переходу. Благополучно все получилось. Ну, это просто защитный был. Смотрим. Смотрим, смотрим. Вот тут сейчас начинается переход. Это уже чистый лак мой. А вот тут вот мы видим переход. Более чем удачно. Тут переходов нигде нет. По лампе крыло. Очень хорошо. Его не было тут этого крыла. Здесь. А тут я чуть-чуть перегрузил переходным на втором слое. Видно? Вот, ну, чуть-чуть такой, как бы, надрывчик пошел. То есть, жирновато. Жирновато подлил. Но сам переход тоже хороший. То есть, уходит чистый глянец. Полумат. Остаток даже мата есть. И опять уходит в глянец. То есть, располируется все элементарно. Тут тоже все нормально. Лак, лак, лак. Сейчас вам попоймаю. Мой лак, мой лак, мой лак. И вот здесь легкий такой, как опыл. Я его так и не смог размыть. Ну, побояться, чтобы не потекло. Вот его надо будет или мехом, или аккуратненько мелким наждачком пройти, стирануть. Ну, в общем, нормально. Ручки есть, ручки. Там хоть ничего нигде нет. Знаете, обычная проблема. Где-то вот тут вот стекает. Натекает, если внутряк хорошо, когда проливаешь. И понарушке закрываешь. Там еще. И потекло. Так, ну так, все вроде нормально. На сегодня мы заканчиваем. Вообще с какими-либо действиями тут на автомобиле. Благо, муха никуда не успела приземлиться. Тут все у нас уже, все уже сухое. Батончик ровненько. Ну, ничего так. Мне нравится. Завтра по плану, значит, сборка всего-всея. Вот здесь вот. Кстати, давайте крышу расклеим, наверное. Посмотрим, как у нас себя ведет бумага новая. Бумага колод. Вот это вот надо будет подкрасить. Но это с аэрографа все будем делать. Тоненько, аккуратненько. Потому что тут ямка. Глобально расходиться смысла нет. Ну, мы так и оговаривали с клиентом. Просто главное, чтобы там не ржавело. То есть завтра займусь вот этим подкрасом. Так, бумага хорошо себя ведет. Бумага не пропитала у нас на лак ничего. Потому что предыдущая бумага... Я не знаю, Виталь, ты что ты мне присылал. Чья это, что за фирма? Она пропитывала через себя лак. Было дело, заметил на одном элементе. Но не показала вам, правда. Так, так, все хорошо. Вроде бы все отлично. Внутри все пролиты. Переход тут не расклеивал и не заливал, не замывал. Под отворот скотч, а тут его и не видно, если честно. Тут даже при желании что-то увидеть. Я знаю, где он находится. Но ничего нет. Перехода нет, если его не видно. Так, полировать завтра еще не получится по времени. У меня есть завтра чем заняться. Крыша, она вроде недолго, да, но часа два отнимет. Двери на место установить, бампер установить. Насыпать все на двери. О, Господи, у меня вторая сторона. Те двери тоже насыпать. Все на места поставить. В общем, завтра сборка. А уже полная отдача, наверное, будет на пятницу. Плюс-минус. Плюс-минус на пятницу. А там будем посмотреть, еще как пойдет. Но, знаете, можно при сборке накосячить так, что придется еще что-то переделывать или доделывать. Всякое бывает, не будем загадывать наперед. На этом все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...